Я хочу с вами поговорить не только о Крымском мосту, который получился вот такой вот интересный, большой, строился дорого, долго. Я хочу вам показать, как выглядят остальные мосты в России. Как Россия, я так понимаю, раз она уже имеет возможность строить в Крыму мост, значит у нее внутри в России уже все прекрасно. Поэтому в Шангуне обрушился мост 7 июля 2017 года. Мост признали аварийным и закрыли проезд по нему. После сильного половодия опоры не выдержали. То есть вот так вот, 2017 год, это не когда-то там, не давно, это вот сейчас, буквально в то время, пока строился Крымский мост, в Шангуе обрушился мост. Дальше смотрим. Подъезд к П. Кукан сентября 2011 года. Вот нормальный вот такой мост. Ну не Керченский, конечно, не Крымский мост. Но в целом тоже ничего, в принципе ездить можно. Я думаю, если россияне будут использовать и использовали наработки, я так понимаю, за века, какие они смогли по мостам и строить вот по этой же технологии, то есть там какие-то бревна, ветки, навоз, то в принципе, видите, шикарно, кусты растут. То есть в принципе, даже не знаю, в принципе интересно это все выглядит. Вот так, вот так выглядит мост. И интересно, подъезд к мосту, к вот этому Крымскому, как он так же приблизительно выглядит, такая же дорога вот идет. Дальше продвигаемся. Мост Призрак, деревня Тискино, находится в нескольких десятках километров от райцентра. Добраться туда можно двумя способами. На лодке от Саровки или по автомобильной дороге на левобережье. Озаботившись транспортной доступностью села, региональная власть в 2015 году выделила более 8 миллионов рублей на строительство нового моста через реку Ягодное. Сооружение было торжественно сдано в эксплуатацию. В декабре и уже в мае пришло в негодность. Это прекрасно, я считаю. 8 миллионов рублей. То есть, в принципе, я так понимаю, Крымскому этому мосту стоять примерно месяцев 5, да? Вот прекрасный заезд на этот мост, который вот только построили. Ну, в принципе, вот так это вот выглядит. Я считаю это успех. Вот такие палки. Ну, немножко погнулись палки, ну, с кем не бывает, правильно? Это же с любым могло быть. Так что не вижу тут проблем. В принципе, молодцы. Золотые Могочинские мосты. Называется статья. Тоже свежий. 2017 год, 13 февраля. Прошлый год. В Могочине через речку Среднее Олонго, что в черте города, воздвигают очередной мост. Третий. Рядом с двумя разрушившимися. Строит его глава города такой-то. И, судя по всему, выдающийся строитель Липаев Сергей Леонидович. Город Чита. Они построили. Вот так он, ну, немножко, ну, поломался мост. Ну, что ты с этим сделаешь? Ну, бывает. С кем не бывает, правильно? Ну, это же не Крымский мост, правильно? Зачем накручивать? В принципе, может, вот так и Крымский будет выглядеть через какое-то время. Так. Брянские жириновцы просят отремонтировать мост возле Сельцо. Пятница, 17 июня 2016 года. Обратились за помощью губернатора, ну, и прочее, прочее, как обычно. Вот, я считаю, что еще можно ездить. В принципе, потому что вы же должны понимать, что не надо быть эгоистами. Крымчанам нужнее, и крымским оккупантам тоже нужно как-то ездить в Крым. Поскольку, так как российская криворукая армия, она не смогла продавить сухопутный путь, благодаря и в том числе украинским воинам, которые отстояли Украину, ему, оккупантам удалось отхватить только там маленький кусочек Луганской и Донецкой областей, поэтому пришлось строить мост. Так что, если вас интересует... Вот тоже хорошее фото. Прекрасно выглядит, в принципе, вот ветки. Вбили палки в грунт, в воду. И можно ездить. Ну, тут пишут, у администрации денег, как всегда, нет. К тому же, чиновники никак не могут определиться с собственностью моста. Понимаете, неизвестно, чей мост, кто его знает. Людям надо ходить, вот вы и ходите. Дальше продвигаемся. Тут даже прославилась Россиюшка. Наконец-то. Российский мост смерти прославился на весь мир. Британское издание Daily Mail опубликовало видео попытки проезда внедорожного кемпера по одному из самых опасных в мире, Каундинскому мосту через реку Витим. В России на дублёре Бама. Так, сейчас мы посмотрим. Вот так это выглядело замечательно. Пожалуйста. Вот такой мост. Я даже видел, люди ездят по нему. То есть, в принципе, нормально. Но как? Есть только железнодорожное, а другого нет. Понимаете? Не всем же легко так. Так, следующий мост. Отремонтировали такие ветхие понтонный мост через реку Гуменку в Бердске. Наконец-то, ребята. Я просто хочу увеличить. Сейчас откроем в другом окне. Вот я даже увеличу вам. Чтобы вы понимали, вот это мост после ремонта. То есть, не, это не до того, как... Это вот его укрепили. Вот нормальный мост. Видите? Он такой интересной конфигурацией идёт. Это просто ноу-хау. То есть, понтонный мост, плавно переходящий в такой... Ну, не понтонный мост. Вот так выглядит. То есть, это отремонтировали нормально. Спасатели укрепили ветхий мост в Тульской деревне. Наконец-то. Вот, наверное, вот этими вот верёвочками, да, вот, которые тут натянуты, вот, ними укрепили. В посёлке Шангуй рухнул ветхий мост. Да, быть не может. Какой же ветхий? Он же ещё... Ого-го! Ещё мог постоять. Смотрите, тут его что-то пытались там какими-то тоже веточками ввязывать проволокой. Поволокой всё. Ну, вот что-то как-то не пошло. Видите, чуть-чуть не пошло. Что ж тут пишут? В посёлке Шангуй рухнул ветхий мост. При обрушении чуть не пострадал местный рыбак. Напомним, что в планах у администрации Кольского района был и ремонт переправы. По предварительным оценкам стоимость только проектно-сметной документации на реконструкцию моста составляет более 7,5 миллионов рублей. Сами работы оцениваются ещё в 150 миллионов рублей. Таких сумм в бюджете муниципалитета нет. Куда же эти деньги делись, мне интересно? Это 2017 год. Представляете? Как так? Куда? Может, вот тут? Вот тут, может быть, эти все деньги? Да, ну, не знаю. Но Россия богатая страна. Должно на всё хватать. Смотрите, как красиво. Видите, россияне? Вот так выглядит Крымский мост. А вот так выглядит в посёлке Шангуй мост. Вот так. Вот так. Лучше, чтобы было видно. При разборе ветхого моста в Калининграде погибли 4 человека. Трагедия. Пострадавшая горожанка добилась компенсации от администрации Рязани. Наконец-то! Это 2013 год. Так. Добилась компенсации она за что? За травму, полученную при падении с ветхого моста. В общем, это только малая часть. В принципе, я нашёл там огромное количество этих мостов в России. Их, ну, просто все не пересмотреть. Ну, вот, пожалуйста, ещё тыкном, чтобы вы не думали. Из жизни. Жители села Марьевка рискуют жизнью на ветхом мосту. 2014 год. Эквилибристом чувствует себя каждый. Кому даётся пойти по шаткому деревянному мосту в селе Марьевка. Так. Ну, и тут вот масса таких мостов. Ещё хочу вам показать, как выглядит переправа через реку Лена, например. Вот. Видите, вот это в Якутии. Есть огромная река такая. Есть федеральная трасса Якутск. И вот её люди пересекают вот таким вот путём. Вот. Вот это вот, видите, вот эта куча песка. Это не просто так. Это подъезд, это нормальный капитальный подъезд к парому. Вот. Каждый раз они вот это прокапывают. Заезжают. Весь, видно, народ смотрит. Вот это всё напихано. И, собственно говоря, они вот так ездят. Зимой тоже вот как-то там пробираются всё это. Вот так вот выглядит. Вот так они разгружаются. И моста здесь нет и не предвидится. Потому что мост где? Правильно. Мост. Мост вот. Вот мост теперь. Вот тут. Потому что тут он важнее, чем вам там в России. Дорога, как выглядит. Федеральная трасса Лена. Напоминаю вам. Напоминаю, как выглядит дорога. Вот так выглядит дорога. Тоже дороги нет в России. Но зато есть Крымский мост. Но зато есть Крымский мост. Наконец-то. Наконец-то он открылся. Теперь ещё будут тратиться миллионы, миллиарды рублей для того, чтобы поддержать его в работоспособном состоянии. Вот видите, тут даже пишут. Это не фотошоп. Это федеральная трасса Лена. Пожалуйста. И 2017 год. Видите, вот КамАЗ лёг отдохнуть. Ехал-ехал по этой дороге. И говорит, ну всё, больше сил нету. Ехать мне. Ребята, можно я немножко полежу. Вот так. Вот так это выглядит. Поэтому, ребята, дорогие россияне, когда вы будете гордиться своим мостом, новым, временно вашим мостом, во временно вашем Крыму оккупированном, вспоминайте, пожалуйста, как выглядит вся ваша Россия. Как выглядит и куда пошли деньги. Когда вы будете спрашивать, почему у вас такие маленькие пенсии, маленькие зарплаты. Сколько бы вы мне не рассказывали чат-рулетки, как вы замечательно живёте, я буду открывать вот эти фотографии и вам показывать. Для того, чтобы вы видели, как это выглядит на самом деле. Вот так это выглядит замечательно. И правильно сказал наш президент, когда комментировал открытие Крымского моста. А сказал он следующее. Что Крымский мост вам очень скоро понадобится. Когда вам придётся срочно покидать наш украинский Крым. Крымский мост вам очень скоро понадобится. Пока. 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 Пока.